Эдвард Сноуден однажды сказал, утверждать о том, что приватность вам безразлична, потому что вам нечего скрывать, равносильно высказыванию. Мне не нужна свобода слова, потому что мне нечего сказать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу рассказать тебе, как зарабатывать деньги на криптовалюте, как разбогатеть, как заработать свой первый миллион долларов на этом рынке. И да, на просторах ютуба можно найти целую кучу кликбейта на эту тему, мол эти альткоины дадут тысячи иксов, огромные прибыли на этих альткоинах уже завтра. Так, стоп, это я что ли? Ну да, каюсь, я тоже грешен. Но это видео будет абсолютно иным. Оно о фундаментальных техниках, которые ты можешь использовать, чтобы твой портфель со временем рос. Эти техники я выработал своим личным опытом за последние 4 года, которые я живу в обнимку с разными биткоинами. Сразу же предупреждаю, это не схемы а-ля разбогатей за ночь и поднимись с нуля за полчаса. Это фундаментальные аспекты, которые ты можешь использовать в своей жизни. И да, они помогут тебе зарабатывать больше денег с течением времени. YouTube дает мне много информации о том, что тебя, как зрителя, интересует на просторах этой видеоплатформы. И что я вижу? То, что люди постоянно кликают только на хайп. Поэтому совет номер один. Не покупай хайп. Вероятно, ты открываешь YouTube и наблюдаешь кучу превью о том, что тот или иной альткоин вырос на 50% и просто продолжает расти и расти. В такой ситуации реально легко податься эмоциям, слыша, что ты можешь сделать 10, 100 или даже 1000 иксов за максимально сжатые сроки, вплоть до нескольких дней. Если ты купишь какой-то секретный спрятанный альткоин, который вот-вот пропампит до луны. Но в то время, когда ты надумал купить, перевел деньги на биржу и поставил ордер на покупку, на самом деле ты не занимаешься инвестициями. На самом деле это тебя используют, чтобы зафиксировать прибыли. И за несколько дней, а бывает и часов, твоя покупка приносит тебе порядочные убытки. Запомни это, не покупай исторический хайп. Когда ты покупаешь на волне хайпа, ты уже опоздал. Конечно, здесь могут быть исключения. Возможно, проект ожидает какие-то сильные события или обновления в его развитии. Например, Эфириум ожидает обновления, которые сделают его дефляционным, а Кардана ожидает запуск своего первого свапа. Но мы сейчас говорим не про исключения, а про правила. И самое главное, первое правило – не покупай на хайпе. Это приводит нас к совету номер 2. Покупай падения. В мире много классных падений. Свободное падение. Падение Римской империи. И, наконец, самое классное падение биткоина в апреле 2021 года. Пока многие люди начинают взрываться в эмоциях и постить. Это конец. Биткоин скам, депрессия, наше все. Настоящие биткоинеры, которые верят в его потенциал, покупают его по скидке прямо вот здесь. Цена биткоина упала с 60 до 47 тысяч долларов, а затем вернулась к 59 тысячам. Весь 2018, 2019 и 2020 годы я только и делал, что покупал масштабные просадки биткоина. Именно в то время, когда все тряслись от страха. Когда рынок падает, твои эмоции зашкаливают, и ты начинаешь паниковать и в ужасе спрашивать, что происходит. В такие моменты ты не сможешь четко и ясно вспоминать о том, почему ты веришь, что проект, в который ты инвестируешь, несет в себе настоящую ценность, в которую ты когда-то поверил. Самый яркий пример этого случился в марте 2020 года, когда биткоин резко обвалился из-за пандемических локдаунов. Я снимал тогда видео и пытался объяснить, что это было отличным моментом, чтобы купить биткоин. Хотя, чтобы сказать это, мне пришлось переступить через все свои негативные эмоции. Когда я записывал это видео, на самом деле я думал, это полный кошмар, я потерял так много денег. Прошедший год с тех пор преподал мне хороший урок. Не теряй понимание того, почему ты настроен оптимистично к биткоину или другому проекту. Если твоя покупка имела солидный фундамент из исследования проекта, фундаментального понимания, почему он будет расти, ты всегда будешь уверен, что цена после даже сильнейшего падения отскочит и будет расти дальше. Так я пережил 2018, 2019 и 2020 годы, чтобы наконец увидеть взлет биткоина до 60 тысяч долларов. Что превратило даже 20 тысяч долларов в миллион. Совет номер три вытекает из предыдущего. Я говорил о фундаменте, который стоит под твоим решением инвестировать. Расследуй и изучай. Делай очень много расследований. Большинство людей повторяют за другими людьми. Они видят посты в социальных сетях, что кто-то там покупает и сами покупают. Они видят, что все продают и сами продают. Но есть отличная альтернатива. Чем следовать по чужим стопам и каждый раз терять, просто узнай ценность технологии. Знание – это сила. Если, например, ты понимаешь природу халвингов биткоина, или то, как математически работает модель сток-то-флоу биткоина, ты моментально станешь самым большим биткоинером на длинной дистанции во многие десятки лет. Я это расследовал, я это понял, и теперь ни одно падение биткоина меня вообще не трогает. Потому что я знаю, что такое биткоин и почему он несет в себе реальную ценность. Лучший способ понять природу вещей – очень много читать и изучать. Также можно смотреть видео от математиков и экономистов, которые разжевывают все до конца, что такое блокчейн и криптовалюта на самом деле. За ней стоит математика, которая обязывает их цены расти. Эти видео потребуют очень много твоего времени и внимания, но полученная ценность будет стоить того. Эти знания отдадут тебе большое преимущество перед эмоциональной толпой. Кстати, если ты хочешь, чтобы я снял такое видео на 4 часа, которое разжевывает блокчейн и криптовалюты, поставь лайки, напиши комментарий, чтобы я об этом знал. Чувствую, что это будет очень большой труд, поэтому попрошу хотя бы тысяч 8 лайков. Было бы неплохо. Совет номер 4. Покупать слухи и продавать манию. Сейф Муны и Доги Коэн – это отличные примеры, что такое мания. Мы видели множество людей, которые обожглись на этих параболических пампах, потому что они купили на волне хайпа. Вспоминаем совет номер 1. Не покупай на хайпе. Но как же найти те самые слухи, если на мании покупать нельзя? Что ж, чем больше ты проводишь времени, читая о новых криптопроектах, анализируя рынки и слушая лекции от экспертов, тем больше шансов, что ты поймешь то, как этот новый проект будет использоваться до того, как об этом узнают массово и слух превратится в манию. Фокус в том, чтобы быть одним из первых, кто узнает о проекте сильными способами использования. Если ты хочешь стать таким, то придется очень, очень много и глубоко копать, изучать и расследовать. Я занимаюсь этим постоянно. Совет номер 5. Самый простой. Иногда делать перерыв от интернета, криптовалюты и цифрового мира. Хотя бы на неделю. Так ты будешь контролировать свое состояние, которое может быть либо синдромом упущенной выгоды на растущем рынке, или же синдромом FAT, паникой и страхом нападающей. Очень полезная методика для контроля над своими эмоциями. Совет номер 6. Совершенствуй свои умения в реальном мире. Вместо того, чтобы бесполезно бродить по интернету, лучше совершенствуй свои умения в экономике. Читай, практикуйся, делай выводы. Многие из нас из-за частого пользования интернетом незаметно для самих себя обзавелись таким расстройством, как ADHD. Потеря концентрации внимания, гиперактивность и импульсивность. Это можно исправить. Просто начни читать книги, которые повысят твою ценность для экономики. Я знаю, если ты новичок и просто вбил в ютубе, как заработать кучу денег на крипте и желательно побыстрее, то это явно не то, что ты хотел бы услышать. Но ты должен запомнить, что мы живем в экономике умений и труда, которая платит тебе за то, насколько ты являешься ценным для нее. Если ты хочешь стать богатым, стань для начала ценным. Конечно, можно потратить годы своей жизни, следуя каким-то сигналам на покупку и продажу или уведомлениям на ютубе, твиттере или в других социальных сетях. Большинство людей следует маркетингу и хайпу, вместо того, чтобы сфокусировать свой разум на исследовании конкретной темы, чтобы добиться в ней успеха. Делай то, чего не делает большинство. Большинство нетерпеливо, импульсивно и легко контролируемое средствами массовой информации. Я знаю, изменить свои привычки тяжело, очень тяжело. Но попробуй менять их на 1% каждый день. Имея достаточно терпения, регулярности и времени для этого, ты придешь к тому человеку, которым ты всегда хотел быть. Три года назад я лечился от зависимости и пытался справиться с депрессией, но об этом мало кто знает. Последствия моих расстройств до сих пор преследуют меня и мое здоровье, но меня спасла следующая книга. Атомные привычки. Маленькие изменения, большие результаты. Я оставлю ее в телеграме, ссылка на него будет в описании. Обязательно подпишись, если еще не подписан. Это наш запасной канал связи с тобой. Я вылез из депрессии и зависимости благодаря этой книге. Еще раз посмотри внимательно на этот график. Ты можешь вывести себя и набор своих умений на просто невообразимо высокий уровень, всего лишь меняя свои привычки на 1%. Но делать это нужно регулярно и не пропускать ни одного дня. Я делаю так больше трех лет и продолжаю делать. И это дает мне массивные прибыли, как финансовые, так и личные. Совет номер 6. Тоже из моего опыта на крипторынке. Время, проведенное на рынке, побеждает тех, кто пытается угадать время на рынке. Звучит непонятно. Фишка в том, что чем больше ты проводишь времени в рынке, тем больше вырастут твои инвестиции. А не в том, чтобы угадать самое подходящее время для покупки и продажи, пытаясь найти пик и дно. Представь себе ситуацию, что ты пытаешься удачно поймать время на рынке. И вот цена биткоина падает, падает, и ты ждешь, когда начнется откат, чтобы купить на откате. Сначала ты не веришь, что это откат, потом думаешь, ну может быть это откат. А потом все-таки решаешься купить. Покупаешь вот здесь, и потом ждешь следующего пика, чтобы удачно продать. Но получаешь вот это падение, продаешь где-нибудь вот здесь в убыток, и уходишь с рынка. Приблизительно так новички пытаются ловить удачное время на рынке. Но если бы ты даже купил на этом пике, и просто подождал еще один год, ты бы получил свои доходы. Еще раз, время, проведенное на рынке, всегда побеждает тех, кто пытается поймать время на рынке. Теперь это уже звучит понятно. Не так ли? Я знаю, когда у тебя всего 500 долларов в рынке, может казаться, что твои небольшие деньги никогда не вырастут во что-то серьезное. Но важно помнить, что на протяжении множества лет сложный процент и экспоненциальный рост добавят к твоему портфелю очень многое. Даже если в нем всего 500 долларов изначально. Представь себе бассейн, в котором плескается одна кувшинка, которая каждый день умножается на два. Чтобы покрыть половину бассейна, ей понадобится 47 дней. А вот чтобы покрыть остальную половину, ей нужны лишь только сутки. Я знаю, ты сейчас думаешь, я не хочу ждать годами, я хочу кучу денег прямо сейчас. Давай я тебе скажу, почему ты не хочешь много денег прямо сейчас. Обычно ты начинаешь зарабатывать много денег тогда, когда ты готов к этому, развит и образован в своей сфере. Но если ты не готов, если ты не развит и не образован в своей сфере, то, скорее всего, быстрые деньги для тебя будут не более, чем выигрыш в лотерею. И ты закончишь тем, что денег у тебя не останется. На этом все. Если видео тебе понравилось и было полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы говорим о криптовалюте каждый день. И если тебе это интересно, обязательно подпишись. Нас уже скоро 150 тысяч. Сейчас стоит цель в 200 тысяч. И я буду благодарен, если ты поможешь мне ее достичь. Для этого я делаю все. Большое спасибо за поддержку. А меня зовут богатейший Ди, богатей. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok